Здравствуйте! С вами Солтна Аткулия Бердеева и вы смотрите программу «Реальная экономика». В Кыргызстане разработают новую редакцию налогового кодекса. Об этом говорится уже на протяжении нескольких лет, но на днях, буквально на днях, профильный орган обратился ко всем гражданам нашей страны принять самое активное участие в разработке свода законоположений по всем налогам. Но прежде чем вносить свои предложения и рекомендации, необходимо понять, в каком направлении двигаться, в какую сторону новый налоговый кодекс будет меняться. С этими вопросами мы решили обратиться к одному из членов рабочей группы, к Ульнаре Ускинбаевой. Здравствуйте, Ульнара Тураровна! Здравствуйте! Очень рада видеть! Мы тоже рады вас видеть. Об этом говорится последние несколько лет. Были встречи с представителями бизнеса, общества. Эти мероприятия к чему-то привели. Была одна попытка написать проект налогового кодекса, новую редакцию в 2018-2019 год, но так как это совершенно не устроило бизнес, там было очень много положений, которые совершенно не устраивали бизнес, то есть была значительная дополнительная нагрузка на бизнес, именно административная. То есть, почему мы против административной именно нагрузки, я хочу очень популярно пояснить, да? Это деньги, которые горят в костре. Понимаете? Мы тратим эти деньги, но эти деньги не получают бюджет в виде налогов с тем, чтобы платить там бюджетникам зарплату, пенсии там и так далее. Нет. Это деньги, которые тратит бизнес на соблюдение налоговых правил, да? То есть нужны какие-то бумажки, нужно поехать туда, нужно поехать сюда, собрать миллиард справок там и так далее, и так далее. То есть бизнес деньги тратит, государство деньги не получает. Зачем? Да? И очень хорошо, что как-то нас услышали, и, собственно, эта редакция не получила хода, скажем так. И, в общем-то, какие-то вещи оттуда вошли в налоговый кодекс, было крупное изменение. В 2019 году, вот буквально перед коронавирусом, да? Вот. Но на этом все и остановилось. Значит, сейчас нет первоначального проекта, документа. То есть новый налоговый кодекс, новый редакцию будут создавать с нуля? Да. Прямо с нуля. Ничего переписывать там не будут? Насколько мне известно, как члену рабочей группы, вот, рядовому члену рабочей группы, то есть я не знаю, есть ли какие-то материалы готовые, более-менее текст, я имею в виду, у курирующего государственного органа, то есть Министерства экономики и финансов, мы берем действующий налоговый кодекс. Как бы, да? И работаем именно с этим текстом, скажем, но значительно его перерабатываем, потому что в этот налоговый кодекс было внесено больше ста изменений. И, понимаете, это вот он получился как курак, да, вот из лоскутиков. И, естественно, не все лоскутики подходят друг к другу. И, естественно, создаются определенные неясности, неточности, коллизии и так далее, и так далее. То есть это все мешает работать бизнесу, ну и, соответственно, мешает государству, да. И вот теперь хотелось бы вот это лоскутное одеялко сделать все-таки более-менее цельным. Хотя бы так, потому что написание совершенно нового налогового кодекса, оно займет гораздо больше времени. Ну это понятно, да, вот действующий налоговый кодекс, его писали больше года, вот как с нуля. А тут, получается, ну нет времени. И поэтому была поставлена задача вот убрать все эти несоответствия, все эти неясности, неточности. Некоторые могут подумать, что это, ну некое такое вот причесывание, да. На самом деле нет, работа будет значительной. И на самом деле тот срок, который озвучил заместитель министра, да, Бекбалот Алиев, это очень амбициозный срок к сентябрю получить новый текст, да, вот это вот новый проект налогового кодекса, да, то есть редакцию. Это тоже очень амбициозно, потому что документ значительный. Специалисты профильных органов, они озвучили, каким они хотят новый налоговый кодекс видеть? Вас куда-то направили уже? Да, да. В какую сторону направили? Нас поделили на шесть подгрупп. Шесть подгрупп. Первая подгруппа, она будет заниматься именно неясностями, неточностями, коллизиями, да. Если есть какие-то неясности, если есть какой-то вопрос, который никак не урегулирован в налоговом кодексе, ну, жизнь не стоит на месте, да, то это все должно трактоваться в пользу налогоплательщика. На самом деле за все вот 11 лет работы налогового кодекса, да, эта статья ни разу не сработала. Почему? Потому что если налоговик расценит в пользу налогоплательщика, тут же его, так сказать, финансовая полиция, ну, сейчас ее нет, но прокуратура осталась на месте, никуда не делая, скажет, что были коррупционные проявления, видимо, тебе дали взятку, почему ты это решил в пользу налогоплательщика. И, соответственно, все неясности, неточности и так далее, и так далее трактовались в пользу бюджета. Теперь, наконец, вот сколько лет мы об этом говорили, теперь, наконец, государство согласилось, что да, давайте сделаем эту статью работающей. То есть для этого надо в другие статьи налогового кодекса внести изменения, возможно, сделать еще какую-то статью или подзаконный акт, который помог бы этой статье работать, да, то есть действующий механизм, как это будет реализовано. Второе, ну, о сложном взымании НДС и о коррупционности НДС, ну, не говорил только ленивый, да, наверное, все мы это знаем. И одна группа заниматься будет конкретно вопросами НДС, только НДС, администрирование и так далее, и так далее, потому что там очень много проблем. В том числе НДС и ЕАЭС, это тоже больная тема, да, вообще все взаимоотношения ЕАЭС, это тоже отдельный большой блок вопросов. Затем в отдельный блок вопросов выделили специальные режимы. Вот мы знаем, есть, ну, та же патентная система, единый налог, да. Это же вот действительно интересно, да. Вроде бы у нас есть в налоговом кодексе несколько специальных режимов, которые, по идее, должны были облегчить жизнь малому и среднему бизнесу, то есть 90% бизнесу нашей страны. Ну, почему этого не происходит на самом деле, да? То есть мы об этом тоже неоднократно говорили. И вот, наконец, этим будут заниматься, что если уж взялись облегчать, давайте мы это сделаем правильно и нормально, чтобы действительно для малого и среднего бизнеса платить налоги, соблюдать налоговое законодательство было понятно и, соответственно, не затратно. И это сократит теневую экономику. Это только реально, ну, помимо других каких-то факторов, сократит теневую экономику. Раньше, насколько мне известно, поднимался вопрос о сокращении количества участников, в общем, предпринимателей, которые проходят именно по патентной системе. Значит, вот эта тема, она будет и дальше, да, продвигаться, я так поняла, в рамках вот ваших обсуждений. Я, например, противник, чтобы упразднили совсем патентную систему. Ну, вообще этот вопрос стоит? Нет, он раньше стоял очень остро. Но мы всегда сопротивлялись, я имею в виду бизнес-сообщество, ну, и я лично всегда была против. Прежде чем что-то убрать, надо людям предложить какую-то адекватную альтернативу, которая была бы такой же простой, то есть обладала бы достоинствами патентной системы и была бы избавлена от ее недостатков. Пусть это продолжает работать, потому что патентная система, тем не менее, она приносит деньги. Какой-то ручеек, я бы сказала, он идет, и не надо его перекрывать. У бюджета, я так думаю, не то состояние отказываться от денег, да, каких бы то ни было. Потом я считаю, что надо все-таки пересмотреть единый налог. Почему мало людей туда переходит? Но здесь, я считаю, частично это связано со ставками. На самом деле в нынешнее время это неподъемные ставки. Потому что они с оборота идут. Почему мы не можем продать продукты питания, у которых уходит срок годности значительно дешевле? Почему мы должны уничтожать и утилизировать? Потому что, ну, сама понимаешь, да, там вот купить какой-то, ну, дорогостоящий тот же швейцарский шоколад, да? Вот, знаешь, чиновники так возмущались. И что ж теперь, по 20 сомов будете продавать? Будем, если у него через неделю уходит срок годности. Мы не будем, конечно, по 200, по 300 сомов, никто не купит. Вы клоните к тому, что когда вы продаете по скидкам, именно по скидочной стоимости считали налоги? Да, да. И чтобы мы могли продавать ниже себестоимости продукты питания. Однозначно надо прописать в налоговый кодекс, чтобы действительно у нас это тоже так работало. Недавно прошла информация о том, что новый налоговый кодекс будет разрабатываться с учетом исламских принципов, да? Да, там меняется и сам принцип, и учета прибыли, да, и учета там, ну, вообще всего. И, соответственно, требуется свое отношение к налогообложению. То есть по-другому надо считать ту же прибыль, те же налоги и так далее. Вот каким образом? Вот не знаю. В сторону снижения? Нет, почему? На самом деле действие принципа справедливости никто не отменял. В налоговом кодексе существует принцип справедливости, что при всех прочих равных условиях люди должны платить равные налоги. То есть по размерам. Вот, например, принцип справедливости, он у нас в действующем налоговом кодексе нарушается в отношении физических лиц. Когда юридические лица платят налог на прибыль, из всех тех доходов, которые получает юридическое лицо, оно вычитает все расходы, которые оно понесло, чтобы получить этот доход, и уже от прибыли платит 10%. А что у нас происходит с физическими лицами? Для того, чтобы работать, ты должна одеваться, ты должна кушать, ты должна заплатить коммунальные расходы, ты должна заплатить за проезд, ты должна заплатить за свое образование, за тот же интернет, чтобы быть в курсе событий. Но тебе же эти вычеты не позволяются. То есть сразу весь твой доход облагается 10% налога. То есть получается по отношению к физическим лицам у нас налоговый кодекс несправедлив. Понимаешь? 10% от всего сразу. А юридические лица – доход минус расходы. А у нас весь наш доход сразу считается прибылью. Но ведь это не так. До этого на различных площадках тоже обсуждался вопрос объединения всех видов налогов в один. Такой вопрос, как вы думаете, в рамках разработки новой редакции будет стоять? И насколько это реально? Наверное, вот такое радикальное изменение налоговых правил – это все-таки будет стресс. И сейчас, наверное, не тот период, когда создавать дополнительные стрессы. Жизнь без этого сложна. То есть это надо будет очень хорошо проработать. Но надо к этому подойти, мне кажется, более взвешенно. Например, для малого и среднего бизнеса по максимуму упростить и сделать действительно один какой-то вид налога. Например, сейчас убрать тот же НДС и оставить только налог на прибыль. Это же придется обсуждать еще в рамках ЕАЭС. Все-таки у нас сейчас единое правило какие-то. Насколько мы это сможем сделать, будучи членами ЕАЭС? Может быть, от каких-то видов налогов надо отказаться, да, там, не знаю. Соцотчисления, они… Мы предлагали, что, может быть, соцотчисления в той части, которую платят работодатели, может быть, уже откровенно признаться, что это налог, и включить в налоговый кодекс. Вместо соцотчислений сделать просто социальный налог. Но как минимум он должен быть не выше налога на прибыль, я считаю. Как минимум. А для того, чтобы это работало эффективно, он должен быть ниже. Ставки налога на прибыль. Последние два года очень активно обсуждается вопрос о введении налога на Google и на другие социальные сети. Ну вот смотрите, да, ну образно. Я не размещала эту рекламу. Вот я хочу разместить рекламу, например, на Фейсбуке, да. Фейсбук говорит, окей, да, я не против, вот плати там 100 долларов или 50 долларов, и все. А я, получается, если действовать вот в нынешнем налоговых правилах, я должна из этих 100 долларов удержать 10% налог на доходы нерезидента и 90%, ну 90 долларов, ну образно говоря, отдать Фейсбуку, да. А Фейсбук скажет, нет, ты мне не доплатила, да. То есть каким образом? А если я доплачу, то есть возьму на себя там их налоги, то получается это опять-таки доход Фейсбука в соответствии с нашим налоговым кодексом, и с этого тоже надо заплатить налоги. То есть некий такой, знаешь, снежный ком проблем. То есть на самом деле есть очень много вопросов, может быть эти вопросы и не будут решены, да, то есть не надо ждать слишком многого, но по крайней мере может быть это будет обсуждено, потому что может быть все-таки мы придем как страна к такому варианту, ну шашпай, да, то есть не спеша, может быть вот так будет у нас год, там другой, проработать нормальную налоговую концепцию, нормальную налоговую политику, и уже потом нормальный налоговый кодекс, и чтобы это было вот так по очереди. Мы не видели никакой текст. То есть что за налоговый кодекс, как там, мы не видели. Поэтому может быть, я могу предположить, что может быть какой-то текст есть, но все-таки там может быть и сами чиновники посмотрели, эксперты, может быть, посмотрели и решили, может быть, его и не вытаскивать, как говорится, на свет, потому что понимают, что он не решает тех задач, которые сейчас стоят перед страной. Возможно. То есть сложно делать какие-то предположения. Подведя итоги нашей беседы, да, главный вывод, который напрашивается сам по себе, несмотря на то, что у нас либеральный налоговый режим на всем центрально-азиатском регионе, очень сложная система администрирования, налогового администрирования. И я так поняла, что в первую очередь фокус на акцент вы будете делать именно на упрощении налоговых процедур. Фокус работы будет на упрощение налоговых процедур, потому что, несмотря на то, что у нас достаточно либерально, вот как правильно отметила, и так оно и есть, это и отмечают международные эксперты, тем не менее, по оценке doing business, да, вот такс, мы на достаточно низких позициях. И это все из-за очень сложного администрирования. Мы надеемся, что к сентябрю оно будет уже, ну, какой-то уже достаточно готовый вид этот проект примет. Мы надеемся. Другое дело, что я думаю, что вот каких-то очень многих тонкостей, да, придется отказаться, то есть невозможно объять необъятные, сказать, основные недостатки. То есть вы основные только моменты заложите пока в кодекс, да, а все остальные будут вводить, ну, выноситься как изменения. Ну, наверное. Но опять-таки, это все-таки мое личное мнение, я бы хотела сказать. Это не мнение межведомственной группы, чтобы это было правильно понято. Я так думаю, вот если трезво оценивать сроки, объем работы и так далее, и так далее, все-таки какие-то основные, самые острые проблемы, вот упрощение, вот снять вот эти все неточности, все противоречия и так далее, действительно сделать его более применимым, да, и для крупного бизнеса, и для малого и среднего бизнеса, мне кажется, такая задача к сентябрю может быть решена. Может быть решена, да. Насколько вы верите в то, что все предложения и рекомендации со стороны отечественного бизнеса, общества, бизнеса, они будут учтены и… Ну, как обычно, мы верим, конечно, как бизнес в это. Мы будем подавать свои предложения, как вот до этого тоже мы, помнится, когда была первая там, ну, или какая-то очередная попытка новой редакции налогового кодекса, помню, мы вот целиком бизнес-сообщество подали более 300 предложений, из них было принято порядка, там, я не знаю, 10, остальные были отклонены без всякого объяснения причин. Надеюсь, что в этот раз этого не произойдет, но там уж как получится. Значит, самое интересное впереди. Насколько сильно изменится новая редакция налогового кодекса от старой редакции, покажет в самое ближайшее время. Да, уже летом, я думаю, основные черты будут уже видны, да. Спасибо вам большое, Гульнара Тураровна, за интересную и содержательную беседу. Удачи вам. Спасибо и вам удачи. А с вами была Салтанат Кудайбердиева и вы смотрели программу «Реальная экономика». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин